да ну вы знаете я действительно я был фиросиме и собственно говоря нынешнее поколение она на самом деле вообще как бы многие не знают о том что там была ядерная бомба сброшена атомная бомба и там как бы этого и незаметно все но люди вполне мирно живут и только в центре вот не в центре города вот там где было эпицентр этого взрыва там создан музей да но там люди живут и вполне благополучно хотя как бы не так много времени прошло но в этом вот об этом и речь но в принципе если мы понимаем хиросиму что тогда была война то в данном случае мы мы не понимаем что было в чернобыле ведь войны не было на самом деле но одно из одна из самых интересных деталей наверное это то что ссылаюсь совершенно конкретно на правильный источник 25 января 1986 года в газете правда появилась статья досрочно сдан четвертый энергоблок чернобыльской аэс еще раз говорю 25 января вы эту газету сейчас найдете если найдете я буду очень удивлен потому что ее после чернобыльской аварии просто изъяли из всех подшивок библиотек дабы чтобы сомнений не было у всех наших товарищей в гениальном советском строе хотя уже перестройка шла вот уже чуть-чуть вот но тем не менее тем не менее эту статью изъяли и эту газету изъяли тогда из всех подшивок на самом деле четвертый энергоблок сдали досрочно на самом деле никто сегодня не может точно понять в чем причина взрыва на четвертом энергоблоке кто-то говорит ошибка технологов кто-то говорит ошибка работников появлялись какие-то совершенно конспирологические теории о том что чуть ли там какой-то запасной ключ не забыли в коптерке да и не вовремя включили там стержни которые должны были двигаться в реактор ну неважно то ли система охлаждения нарушилась то ли еще что то то ли то ли не притормозили вовремя процесс сам по себе этого не выяснить сразу говорю потому что на самом деле кто видел четвертый энергоблок и что это такое во первых это все уже под саркофагом уже под двойным насколько я понимаю и этот саркофаг сегодня опять таки начинает разрушаться и его нужно снова восстанавливать дабы не было дальнейшего проникновения радиации во внешнюю среду вот но тем не менее конечно восстановить там уже просто ничего невозможно с этим уже никто не разберется никто не разберется с той диспетчерской что у них творилось в тот момент но в принципе единственное что мы можем восстановить это то что на самом деле творилось тот момент диспетчерской у нас есть минута записи михаил давайте просто нашим радиослушателям дадим послушать что происходило в тот момент вот в первую минуту чернобыльской аварии давайте я сейчас включаю поднимаем Леонид Алексеевич, припять третий и четвертый блок будет крыша в результате омарии взрыва. У нее вот, давай. Так уже подтвердили? Не подтвердили, омария произошла у них, от диспетчера припять я сказала. Звонная франция. Алло, Иванков? Да, да. Значит вы выезжаете у Припять? Алло, да-да, я слышу. На АТОМОЙ САССР выезжаете, там третий и четвертый блок будет крыша. Алло, Полесская? Да-да. Вы, значит выезжаете на АТОМОЙ САССР, там ходит крыша третего и четвертого блока. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Ну вот собственно и все. Да. Вот собственно и все. То есть когда слышишь живые голоса тех людей, которые там были на том месте и понимаешь, что там происходило, то в общем-то это гораздо больше отражает всю специфику ситуации, нежели мы с вами беседуем. Вот хотя запись занимает ровно минуту 09, но тем не менее вот это вот диспетчерское Чернобыля именно в первую минуту, когда они еще даже сами не поняли, они только поняли, что у них горит крыша энергоблока. На самом деле крыша не просто горела, крышу вырвала. Крышу вырвала окончательно и бесповоротно и вот это вот то облако, которое создалось над реактором, почему я начал тему с того, что пострадала именно Республика Беларусь в большей степени, нежели пострадали соседние Украина и Россия и почему неожиданно совершенно в Норвегии обнаружили следы радиации Чернобыльского облака. Обнаружили по одной простой причине. Чернобыль стоит на самом, так сказать, природно грандиозном месте. Это слияние Припяти и Днепра. Это во-первых. В южнее Чернобыля находится так называемое Киевское море, Киевское водохранилище. То есть очень большая линза воды, которая постоянно испаряется. 26 апреля как раз было достаточно тепло, чтобы уже испарения шли от Киевского моря. И вот именно это Киевское море создает, скажем так, давление, при котором ветер всегда идет в сторону Белоруссии. Если встать где-нибудь в пределах трех белорусских городов Наровли, Брагина и Хотимска, то в принципе всегда вы будете понимать, что ветер идет на север. Он всегда идет на север. Поэтому Чернобыльский взрыв автоматически как бы потянул все то, что вырвалось из-под крыши реактора, именно на север. Вот на фоне всего этого. И тогдашнее заявление как раз Украины о том, что Украина больше пострадала, чем Белоруссия. Это уже была в принципе политика, по большому счету, если говорить. Вот мы сейчас слушали разговор диспетчерской. И я провел серию интервью с пожарным, который один из первых успел тогда на объект, как говорится. Вот вы слышали, что вызываете пожарных. И эта пожарная бригада была в Припяти как бы дежурная. Ей абсолютно там было нечего делать, потому что в Припяти пожары до тех пор не случались. Блочно-панельные дома. Гореть-то было особо нечему. И вдруг грохнул реактор. И вот эти вот пожарные приехали на реактор. Они приехали практически без всего. Они приехали без спецзащиты. Они приехали без так называемого антидота. То есть таблеток, которые могут немножко защитить человека при высоком уровне радиации. Которые положены, кстати говоря, в любом спецназе. Просто вот этой маленькой аптечке всегда лежит таблетка антидота. На случай, если радиация. На случай, если вы нашли там ракетную базу противника, предположим. Так вот этого ничего у них не было. Этого даже не предусматривалось. Вот каким образом можно иметь пожарную команду возле атомной станции. И не обеспечить их элементарной защитой. Вот это вот я до сих пор не понимаю. Потому что, наверное, в Советском Союзе предполагали, что ни одна атомная станция никогда не взорвется. Но, тем не менее, это произошло. Что такое привлечение вертолетчиков? Тогда на тушение пожара, когда они скидывали с вертолетов... Ну, по 500 килограмм песка может скинуть вертолет, в общем-то. На крышу этого реактора, который уже нет. А внутри там все горит и бушует, в принципе. Вертолет наберет гораздо больше на себя радиации, нежели он скинет песка и нежели поможет в этом тушении. Но было совершенно очевидное отчаяние. В общем-то, весь 1986 год мне очень напоминал 1941 год. Когда никто из командиров не знал, что делать со своими частями. Все экстренно отступали или сдавались в плен. Или, если они бросались в бой, то как-то совершенно бездарно погибали. Потому что не было контакта ни по фрамовому флангу, ни по левому флангу. Вообще не было никакого контакта. И вот 1986 год был примерно таким же. Именно 26 апреля и все, что происходило дальше. Были невероятные вещи, когда в частях вот только-только призвали солдатиков, выходили офицеры и говорили, значит, товарищи солдаты, а что такое первая неделя в армии, любой солдат прекрасно знает. Это очень тоскливая неделя. И ты думаешь, неужели мне же еще два года вот так вот тянуть. Выходили офицеры к призывникам и говорили, значит, товарищи солдаты, через сутки вы можете уйти, как говорилось тогда, на дембель. Но вам нужно сутки отработать в зоне Чернобыльской АЭС. Но кто там знал из солдатов из деревень, что такое радиация, что это вообще, как это может на них повлиять. То есть через сутки освободиться из армии, а они вот только-только недельку потерпели, как бы поняли службу, как говорится. И вот после этого вдруг их вытягивают вот на такие вот дела. Очень многие соглашались, очень многие. Что с ними сейчас, я не знаю. Это, наверное, то же самое, что случилось с солдатами после Тотского полигона и всех экспериментов маршала Жукова, так называемого маршала Победы. Но, тем не менее, это действительно происходило в частях. И кто-то шел, и вот за счет этих людей создавалась некая защита, создавался саркофаг. Хотя о саркофаге тогда еще не говорили. Потом приехали профессионалы уже строить саркофаг, но они уже были более-менее обеспечены. Вот, тем не менее, засыпать все это песком, забросать все это цементом, лопатой с крыши, это вот так вот оно примерно и происходило. В общем-то, жуткое зрелище, конечно, и на самом деле никто не понимал, во что они ввязываются в данный момент.